Вы смотрите отзыв об отеле Свисотл Резорт в Бодром Бич, этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Тарталетка, который был в нем в 2018 году. Вместо вступления. Выбор отеля был очень тяжелым. Изначально-то, когда трава была зеленее, а прочая бла-бла-бла, была забронирована не к ночи упомянутая лужа. Но Анекс оказался аниксом, лужа решила не строить Форест номера, поэтому встроенным рядом бронирование отправились в раздел отмененных. В горе был забронирован соседний Титаник. Но потом черт дернул посмотреть видео из отеля и понять, что вида из отеля нет. Совсем. Отель настолько в бухте, что ужас. А смотреть на загончик с водой и гору не хотелось. И тут вот началось и на форуме спросила, и интернет и читала, и почти уже забронировала Кимпинский Барбадос, предварительно замучав Дейкоп и Бестри Лейшн, как вдруг выплыл он, с высотов. Ну а я слаба ко всему из Швейцарии. Семь лет работы на швейцарский бренд дают о себе знать. Поэтому, почти не боясь ветров и отсутствия Ола, выбор был сделан. Перелет. Летели через Стамбул с обиху пегасусами. Выбор был обусловлен возможностью вылета именно из нормальной политикой от по части покупки мест, а также нормальным, почти суточным ступовером в Стамбуле, было надо. В аэропорта Милас прилетели около 11 утра, взяли в Хьюорд забронированного коня и погнали в Тургутрёйс. Заселение. В отеле были где-то в 12 часов 30 минут. Заселили мгновенно. В отеле, конечно же, нет никаких браслетов. Существуют два варианта питания, Бизонова вообще с завтраками. Номер. Номер на втором этаже, вид на виллу и море. В отеле в целом, засадные номера те, что на первом этаже, так как там вид сразу вживую, избирать и все. А так, все номера в сторону моря. На дорогу номеров нет. Просторный номер, почти весь в белом цвете, с прикольными геометрическими решениями тумб шкафов. Зона раковины прям в номере. За отдельной дверью помещение душа, за второй туалета. Звукоизоляция между туалетом и номером – ноль. Вообще. Все мыльные, зубные, бритвенные и прочие принадлежности в избытке. Конечно же, в номере кофемашина Неспрессо, бесплатно две бутылки воды. Минивар за деньги. Огромный телек, который не включали ни разу, не знаю, что там есть. Кровать с достаточно жестким матрасом, он действительно жесткий. Шкаф большой, в нем же аккуратно спрятана гладильная доска и утюг, а боги, как же это правильно. Балкон небольшой, но можно посидеть с комфортом. Еще одно, но в номере – полное отсутствие места, куда можно повесить сушицу купальники. Вот вообще. Для сердобольных и веревку некуда повесить. В итоге все постояльцы вешают прям на стеклянные перила балкона, и смотрится это как колхоз. Сушилок в отеле нет. Даже если очень попросить. Пляж и бассейн. Пляж в отеле прекрасный. Насыпной кварцевый песок, который не греется, не поднимается в воде взвесе и вообще всячески приятен. Он жесткий, не как мука. Вход в воду постепенный, дно, опять же, песчаное. Лежаков на всех хватает, конечно же. Полотенце в свободном доступе. На пляже есть бар и снег-ресторан, где можно выпить пиво или коктейли покушать в обеденное время. Вид с пляжа очень красивый, что утром, что вечером, на воду и острова. Ветров боялись так, что думали придется скачем приматывать себя к лежаку, а лежать бетонировать в песок. Но, в общем, в Египте ветра сильнее в ветреных бухтах. Несильный тут ветер. А мы и в период урагана попали, и в спокойное время. Бассейн небольшой, народа там ноль, рассказывать нечего. Территория. Совсем небольшая, основное здание и вилла. Погулять особо негде, но тут это и не надо. До порта Тургутрейса прекрасный променад, обходись хоть днем, хоть ночью. На территории отеля все чисто, моют, убирают. Еда, напитки. Завтрак в слиз-кафе очень разнообразен. Неплохая мясная нарезка, есть бастурма, классический выбор сырок. Были очень вкусные и менталь, мастам, грюер. Есть варианты питания для всех гостей и глютентри и лактасли, что было очень актуально. Выбор еды большой, смысла расписывать не вижу, на вкус неплохо, но это все вкусовщина. Отобедать можно там же, где завтрак, или на пляже. Цены вполне нормальные. На двоих с алкоголем обед выходил в 200 лир в среднем. Порции очень огромные. Мы постоянно не доедали до конца, потому что это просто преступление против размера желудка. Столько съесть невозможно. По вкусу, опять же, вполне достойно. Ужин под конец пляжного сезона проходит только в одном месте. Свиз-кафе, а когда еще лето, то есть потрясающий ресторан на крыше с панорамным видом. Ужин с вином обходился в 250-300 лир. Очень доступно. В баре на пляже весь день можно купить воду, пиво, коктейль. Цены нормальные для отеля, корона 45 лир. Джунтоник 50, по-моему. Все, конечно же, записывают на номер комнаты под подпись. Персонал. Приятный, ненавязчивый, без каких-то сверхспособностей. Но нам ничего не было от них надо, только машину подгоняли и все. На завтраке, обеде, ужине подходят быстро, отодвигают стул, интересуются настроением. На английском говорят сносно, можно даже перекинуться шуткой другой. Чаевые не заставляют их улыбаться шире, чем обычно. Сдержанно благодарят и все. СПА. Очень-очень красивый и достойный СПА. Ничего никому не рекомендую, ибо опасно это, но мне очень понравилось. Массажи хороши, бани сауна хамом тоже отлично. Неплохой крытый бас и тренажерка без фанатизма. Общие впечатления. Хороший отель. Старается, конечно, быть с весотелем, но турецкая специфика есть везде. От номера немного устаешь, особенно постоянно ходить на балкон. Пока другому надо в туалет, но в целом все хорошо. Конечно же, очень приятная публика в отеле. Все очень-очень спокойно и степяные, в основном, пары. На ужине ощущение, как в хорошем ресторане, но без лишнего пафоса. На третий день знали уже всех постояльцев, со всеми здоровались. Как в хорошем гольф-клубе. Есть желание повторить на следующий сезон. Ибо море, конечно, покорило. Да и турбутрес очень понравился. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!